В кабинетах школы тишина и сосредоточенность, которую нарушают разве что тихонько поскрипывающие мольберты. Самые маленькие ученики школы – первоклассники – готовятся к неделе матери. Внимательно выводят каждую линию, подбирают нужный цвет на палитре и шаг за шагом создают свои рисунки – подарки мамам. В соседнем кабинете ребята постарше, учатся работать со штрихом. Такая техника, да и в целом занятие рисованием, имеет не только культурный аспект, но и психологический. Становлю себя как-то спокойнее после тяжелых школьных дней. Настроение свое чувствую, когда рисую, у меня настроение улучшается всегда. На занятиях иногда я прихожу с плохим настроением, ухожу всегда веселая. Ну, успокаивает, когда ты рисуешь, ты смотришь на рисунки, что не хватает, что там надо нарисовать. Дети действительно, как они уже говорили, они успокаиваются, но особенно это эффект, когда они работают с красками. Когда идет у ребят смешение цветов, они получают какой-то, знаете, свой заряд бодрости, энергии, и они передают именно то настроение, в котором они работают сейчас, именно сейчас. Ученики художественной школы попадают в мир рисования не случайно. Многие с самого детства чувствуют в себе тягу к этому виду искусства, как, например, Кирилл Попович, победитель многочисленных конкурсов и без пяти минут выпускник школы. Честно говоря, очень нравится, особенно, когда рисуешь природу. Мама мне еще с самого детства говорила, что мне был талант, отправилась сюда, и я этот не случайно. Работы талантливых солигорских ребят постоянно отмечают в конкурсах по всему миру. Из последнего – дипломы, прилетевшие из Китая. Уже из года в год сложилось, что всегда нам сопутствует удача. То есть, около сотни дипломов ежегодно мы имеем. Успехи на международных конкурсах – это результат постоянных занятий и кропотливого труда. Ведь рисование, как любой вид искусства, имеет свои правила и законы. Так что, чтобы попасть в ряды учеников, необходимо сдать вступительные экзамены. У нас конкурс, чтобы поступить в художественную школу. То есть, желающих заниматься изобрательным искусством очень-очень много. Школа принимает учащихся с 10-11 лет, но обычно желающих заниматься оказывается больше. Поэтому для детей помладше создана группа эстетического воспитания, а для поступающих в ВУЗы – специальная подготовительная группа. Стоит отметить, что у жителей города всегда есть возможность понаблюдать за успехами маленьких солигорских художников. Мы выставляемся постоянно. Выставка сейчас проходит у нас в школе на третьем этаже, на втором этаже. В ближайшее время планируем открыть выставку в нашей библиотеке, в Зале искусства, тоже лучших пленерных работ этого года. В понедельник, 6 октября, в рамках недели культуры, детская художественная школа организовывает новую выставку – «Коляровая рапсодия». Она пройдет в детской музыкальной школе. А уже сейчас ученики школы готовят работы для следующей выставки, посвященной неделе матери.